В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень люблю смотреть детские рисунки. Когда я смотрю на них, то вижу, что дети рисуют самые важные и серьезные вещи. Небо, солнце, деревья и траву, дом, маму и папу. И все это можно назвать одним общим словом – жизнь. А вы не задумывались, как можно вообще нарисовать эту самую жизнь на одном рисунке? Не только ту, которая нас окружает сейчас, но и ту, которая была до нас и будет после нас. Вы скажете, что одного листа бумаги для этого не хватит. А ведь ее, эту самую жизнь, можно представить в виде пышного дерева с глубокими корнями, крепким стволом, упругими ветвями. В нижней ветве этого дерева – это будут те люди, которые жили до нас. А вот эти верхние веточки – это мы с вами. Люди на земле очень давно понимали, что каждый человек не живет отдельно сам по себе. Что все мы каким-то образом связаны друг с другом. Как клеточки единого организма, как веточки одного дерева. Но что дает этому дереву живительные жизненные соки? Чтобы оно не засохло и не умерло. Ответ на этот вопрос мы, как всегда, найдем в Евангелии. На этот раз в Евангелии от Иоанна, в главе 15. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Посмотрите, ребята, как здесь углубляется тот образ древа, который мы с вами нарисовали в своем воображении. Виноградная лоза. Лоза, приносящая великолепные сочные плоды. Лоза – это Христос. А все люди – веточки, исходящие из этой лозы. Так вот, оказывается, кто дает всем нам живительную жизненную силу? Христос. Господь – Бог. В нем вся наша жизнь. Без меня не можете творить ничего, говорит Спаситель. Значит, когда мы думаем, что способны прожить жизнь по собственному разумению, мы очень сильно ошибаемся. Если мы еще живы, если нас не отсекли, как ветвь, не приносящую плода, значит, всем этим мы обязаны только Спасителю, только Христу. Но давайте посмотрим, что происходит с человеком, который противится воле Божией, сознательно не хочет жить во Христе. Тогда к его веточке перестают поступать живительные соки. Постепенно она засыхает и отмирает. И знаете, что самое печальное? То, что в такое состояние душа может приходить даже раньше тела. Человек еще молод и здоров, а в душе его без Господа жизни нет. Только одна тоска, мрак и скука. Может, вам уже приходилось видеть вокруг себя таких маленьких старичков? Способен ли такой человек сотворить добрый плод, сделать что-то хорошее для себя и окружающих? Нет. Плоды, то есть дела этого человека, будут такие же мрачные и скучные, как он сам. Но стоит ему только обратиться ко Христу, как тут же побегут к душе живительные соки. Оживление этих сухих веточек происходит в церкви, в таинстве святого причащения. Это самое главное церковное таинство. Оно дает нам жизнь. Господь – очень внимательный и терпеливый виноградарь. Никогда Он не отсечет от лызы веточку, которая еще способна дать хоть маленький плод. И за дня в день, из года в год Он ждет нашего обращения к Нему и не навязывает никому своей воли. Он создал нас свободными. Поэтому только от нас зависит наше будущее. Либо усыхание и гибель, либо вечная жизнь с Господом. Вот, друзья, время нашей передачи закончилось. Я желаю вам, дорогие мои, твердой веры в Господа нашего Иисуса Христа. До свидания. До следующих встреч. Храни вас Господь.